Мы давно собирались это дело сделать, еще только начав работать на телевидении, я думал, что пора людям показать правду жизни. Потом уже на первом канале появилась контрольная закупка, но вот эту контрольную закупку мы бы хотели сделать вместе с Магнитогорской лакарасочной компанией. Мы не поехали на левый берег, помните там склады, да, мы еще вам их покажем. Мы приехали сюда, на Ленинградскую, 34. Теперь суть события. Дело в том, что Магнитогорская лакарасочная компания, ну, она ведущая в городе. И в основном, все, что представлено здесь, все это есть на складах, естественно, и все это здесь есть в Бригадире. Кстати, здесь располагается офис Магнитогорской лакарасочной компании. Ну, чтобы никого не обижать, мы что сделали? Мы купили различных красок, очень много. Дело в том, что я думал, что только у нас лекарства подделывают. И вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской. Однако нет, вся контрабанда делается в Москве. Ну, правильно, откуда рыба еще гниет? Да, из Петербурга. Чтобы никто не обижался. Я бы, конечно, мог там, мудрить с компьютерной графикой, это было бы долго. Но мы сделали что? Мы просто заклеили. Уж поверьте теперь на мое честное и порядочное слово. Теперь суть события. То есть мы проведем контрольный выкрас. Сейчас девушка очаровательно этим будет заниматься. Я, извините, руки у меня либо самолетики красятся, либо автомобиль. Вот. Хотя кисточки тоже умеем работать. А потом уже поставим этот лист гипсокартона, высохнет. И будем просто опрашивать людей. И в данном случае вам необходимо просто мне довериться на слово. Теперь, что я обнаружил, пока вот лепил все вот это добро. Дело в том, что в Бригадире есть самая дорогая в городе краска. Текурила, естественно. Стоимость ее 250 рублей. Краски конкурентов пляшут. Так. Вот 143 рубля за килограмм. 100 рублей за килограмм. И 183 рубля за килограмм. То есть мы сначала делаем красочку, которая есть в Бригадире. И все остальные линии тоже. Потом меня что поразило. Краски конкурентов стоимостью 85 и 70 рублей за килограмм. И в Бригадире все краски, даже самые дорогие, но вот из этой ценовой категории, они дешевле в среднем рублей на 6. То есть бригадировская краска. Ну вот она, Ореол. 77 рублей килограмм. И Текс. 63 рубля за килограмм. То есть, ну понятно, что и дешевле. А теперь самое интересное. Мы попытались найти... Ну, краску из сегмента дешевле не бывает. Это той, которая я себе красил квартиру. Вот. У конкурентов есть только одна. Только одна краска из этого ценовой категории. 45 рублей килограмм. А в Бригадире, вот, пожалуйста, Аква. Мои стены и обои. 50 рублей за килограмм. Еще дешевле. Опять же, Текс. 41 рубль за килограмм. Ореол. Ну, что порадовало. 50 рублей за килограмм. Ну и челябинская краска. Вот. Новая. Это вообще халява. 38 рублей за килограмм. То есть, в принципе, до начала эксперимента становится понятным, что в Бригадире на краску, ну, поэтому, что это лакокрасочная компания, цены ниже, чем где-либо в городе. А теперь начнем нашу покраску. Итак, чтобы было совсем понятно, мы приготовили количество валиков, соответствующие каждой краске. Мы определили, что первые выкрасы проведутся красками от магнитогорской лакокрасочной компании. Читай сети строительных магазинов Бригадир. Сети, взявшей за основу единственно правильный подход к ремонту и строительству, это честность. В Бригадире вообще присутствует этот грамотный принцип наличия полного перечня материалов для недорогого и быстрого ремонта или стройки. И еще одно условие, которое мы поставили перед нашим специалистом, это одинаковое количество проходов валиком и понеслось. Дело в том, что строитель ваш или ремонтник, естественно, предпочитает работать дорогими материалами. И сказки про качество это просто сказки. Дорогие материалы ведь выгоднее продать на сторону. Да и кстати, если этот ремонтник вам предлагает таковые по низкой цене, то это только значит, что на другом объекте он их стырил. Итак, оказывается, один и тот же материал можно перепродавать бесконечное количество раз, так как для каждого следующего клиента, он, ремонтник, будет, безусловно, кристально честным. Естественно, покупая все в Бригадире, гораздо проще этот прошвардос ограничить и на объект поставить еще и видеорегистратор или систему наблюдения. К чему этот наезд на строителей? Да к тому, что цены на материалы расходятся в разы. А качество? Но об этом позднее. И естественно, раз это не контрольная закупка в чистом виде, то больше слов благодарности за то, что предоставила нам магнитогорская лакокрасочная компания. Так вот, все краски здесь одинакового, безупречного качества. Нет ни комков, ни вони, которую дарит вам старая или перемороженная краска. То есть все свежа и хранится, как и положено, и транспортируется в соответствующих условиях. Так, являясь естественно официальными дилерами заводов Эмпел с производящими краски Гарант, Ореол, Ореол Дисконт, завода Текурила, продающим свою продукцию под брендом Текс и Текурила соответственно, а также Аква, магнитогорская лакокрасочная компания успешно конкурирует с другими на территории Уральского региона. Успешно конкурирует и с мизерным по цене от стоим в прямом смысле. Вот с такой краской низшей ценовой категории. Хотя надо признать, что это самая дешевая краска конкурентов, но и это дерьмо дороже высококачественного эконом-сегмента лакокрасочной компании. И не все то золото, что блестит, и после первого прохода не смотрите на результат. Мы сделали все по правилам, и единственное, что добавили, это в ряд красок сверхдорогих покраску профессиональным ореолам. И нам важен был результат, для подтверждения которого мы выбрали случайных прохожих, простых, честных и порядочных магнитогорцев. И далее без монтажа. Чистая правда. Мы сделали выкрасы, абсолютно попросили людей. Разными красками. Да, все покрашено разными красками. Какая вам больше всего понравится? Давайте посмотрим не спеша. Да я разницы не вижу практически. Ну можно пощупать, попробовать, какая более благородная. Ну и как? Да нету разницы. Вот смотрите, мы сделали выкрасы различными красками. В принципе, все это белый цвет. Вы найдете какую-нибудь разницу? Да вроде бы так. Не вижу. Может пощупать, посмотреть. А краска какая-то? Разные марки? Да, краски разной марки и разных ценовых диапазонов. Да, в общем-то, как бы, есть немножко разница. Вот это поглаживаю, да? Чуть-чуть. А эти немножко, это шероховатые. Да, эти. Вот это как-то поглаживаю. Я сама работаю этими смесями, поэтому немножко вижу. А эти-то, ну вот эти как-то, как сказать. То есть душа к каким легла, вот если честно? Ну вот больше к этой. Спасибо большое. Маленькая просьба, буквально если 3 секунды вашего драгоценного времени, посмотрите, пожалуйста, какая вам краска больше понравится, есть ли вообще разница? Краска? Так, ну я не знаю. По-моему, не, разница вроде есть. Не, одинаковые, по-моему. Спасибо огромное. Ребята, мы вот просто выбрали краски различной ценовой категории, намешали их. Просто посмотрите, какая вот разница. Дело в том, что здесь краски, которые стоят и 250 рублей, и 40 рублей за килограмм. Вот найдете что-нибудь, разницу? Я не знаю, я вот нет. Ну и как вот? Нижняя дороже. Нижняя выглядит дороже? Не выглядит дороже, а накладывается лучше, чем верхняя. А если я вам скажу, что верхняя стоит, ну, 150, это как минимум, а вот нижняя 50, вы поверите? Нет. А ну, факты говорят? Ну, говорят. А у нас есть возможность это доказать. И вот, внимание, второй ряд и два первых выкраса. Номер один, это краска Ореол от лакокрасочной компании. Вторая, Текс. Отсюда же. Эти краски дешевле конкурентов примерно на 10%. И вот мнение, которое мы имеем возможность повторить. Есть немножко разница, вот это по облаже, да, чуть-чуть, а эти немножко, это шероховатые. Да, эти, вот это как-то по облаже. Теперь ряд третий, самый широко представленный в лакокрасочной компании. Ряд, который противостоит конкурентам своей ценой. Это самая дешевая краска в городе, да и во всем Уральском регионе. Краска народная. Это Ореол, Дисконт, Аква, Текс и Челябинская нова. Особо интересна разница в цене по отношению к краскам дорогим. Это, внимание, в 2, 3, а то и в 4 раза дешевле. В одном ряду с ней мы нашли тот самый красочный беспредел. Но он по вполне понятным показателям даже не привлек к себе внимания. Так как мы интересовались вопросом, какая краска выглядит лучше. Искали бы худшую, выбор был бы один. Итак, ряд снизу. Самые дешевые краски от лакокрасочной компании. Нижняя дороже. Нижняя выглядит дороже? Не выглядит дороже, а накладывается лучше, чем верхняя. А если я вам скажу, что верхняя стоит 150, это как минимум, а вот нижняя 50, вы поверите? Нет. А ну факты говорят? Ну говорят. Вот вы этого не видели, а это написал я. Ну чтобы не попутать краски. Нормально получилось, да? Немножко коряво? Ну ладно. Каков вывод из всего увиденного, услышанного, да и сделанного? Вывод очень простой. В бригадире, во-первых, самые дешевые краски. Ну то есть, есть конечно и элиты, вот этот и курила. И уж тут мне на слово поверьте, это самое благородное покрытие. Но оно и стоит, извините. А все остальное, все что выкрашено здесь, здесь ореолом, тексом, здесь. И даже вот этот Челябинск самый дешевый. Это выглядит ровно настолько, насколько это покрашено красками конкурентов. Ну а цена вопроса. Либо это 45, 50, ну максимум 60 с небольшим рублей за килограмм. Либо 180, 130, 110. То есть вы даже на краске вместе с Магнитогорской лакокрасочной компанией и магазином «Бригадир», который располагается на улице Ленинградская, 34. Да что тут магазин? Это сеть же «Бригадир», советская 160, строй двор, торговые ряды на автомобилистов. Вот вам наглядная, реальная экономия. При этом на качестве вы не экономите. И на долговечности. Ну а теперь делайте вывод, с кем работать, у кого то, что нужно и за минимальную сумму.